Стрельба и взрывы в Керченском техникуме К нам присоединится психолог Наталья Мышова Ну вообще, конечно, не могли мы обойти стороной эту тему Хоть и программа у нас развлекательная, как некоторым кажется, но это не тот случай Да, есть темы, на которые просто не шутят Не шутят, и не могли мы обойти стороной эту тему Ну, которая обсуждает, да Спасибо, что пришел к нам сегодня Обычно мы гостям предлагаем запаролиться в нашем Wi-Fi, но сегодня у нас открытый доступ, у нас открытые сети И присоединяются все желающие Не случайно пригласили именно вас к нам в гости Понятно, что к такому подготовиться невозможно И если, не дай бог, это происходит, это всегда шок, это всегда стресс Но все-таки, к сожалению, реалии современной жизни таковы, что подобные ЧП Они уже даже в России, если в США эта история с конца 90-х идет, то они сегодня уже и в России, к сожалению, не редкость Я посмотрела статистику нападений в российских школах только в этом, в 2018 году, вот на вскидку 6 фактов Январь, когда, 15 января, когда двое 16-летних подростков с ножами напали на учеников 4 класса Это было в Перми, далее опять-таки январь с девятиклассник с топором напал на учеников 7 класса Это было в Бурятии, дальше март, это Курганская область, ученица 7 класса начала стрельбу по одноклассникам из пневматического пистолета Это апрель, 17-летний ученик коррекционного класса одной из школ в Башкирии напал с ножом на одноклассницу и учительницу И последний случай, 10 мая, 16-летний учащийся в Новосибирске, зашел в класс с ружьем и выстрелил в другого студента, после чего покончил с собой Вот 6 случаев только в этом году, и это вот на вскидку, это даже не погружаясь в тему Не дай бог, от этого никто не застрахован, потому что мы видим, что это не какие-то террористы, это не запрещенная исламская группировка Это подросток, который просто перемкнул у него в какой-то момент, поэтому вообще никто не застрахован Как действовать? Паника, взрыв, который посеял панику, люди побежали, человек с ружьем идет, стреляет Как защитить, как спастись? Здесь в первую очередь, наверное, я порекомендовал бы скрыться из зоны видимости данного человека, если вы его видите за какое-то там укрытие Вот, ни в коем случае не вступать с ним в контакт, так как он, если пришел с оружием, понятное дело, что не разговаривать Переговоры вести бесполезно Да, ну и это должны делать специалисты, но не те люди, которые находятся в этом здании вместе с этим преступником Скрыться, сидеть, не высовываться, не издавать никаких лишних звуков, чтобы не привлекать к себе внимание Вот, и по возможности, если у вас есть такая возможность, покинуть здание вне зоны видимости этого человека Ну, то есть, грубо говоря, не строите себя герои, ведь получается так? Конечно, здесь ситуация может быть непредсказуема, так как человек уже на каком-то психологическом, эмоциональном состоянии нехорошем Он не слышит, не услышит Да, то есть человек целенаправленно пришел для того, чтобы произвести какие-то действия Ну, будем говорить прямо, он пришел убивать Да, другой цели-то у него, собственно, и не было Он не хотел запугать Он действовал целенаправленно Привел действие взрывное устройство Причем сделал это в максимальном скоплении народа То есть, это было в столовой, как говорят Те источники, которые я, например, читал После того, как паника пошла, то есть народ начал разбегаться Вот в этой неразберихе он начал, в общем-то, производить выстрелы из оружия Вот это, да, важный момент, на который я хотела обратить внимание Началось все с паники Вот это вот взрывное устройство, которое сработало в столовой Паника, крики, люди побежали, и они уже просто не понимали, что они делают Вот как сохранить холодный рассудок? Потому что, когда ты в панике и бежишь, не соображая То, скорее всего, ты попадешь под огонь, ты не будешь думать, как спрятаться Вот как подышать надо, вот что делать, как успокоиться Здесь все зависит от каждого человека лично Если в такой ситуации необходимо собрать мысли Оценить обстановку Если, ну, паника, она в любом случае будет Основной массой паника будет ее не избежать То есть это массовая паника, когда ты заражаешься от соседа, грубо говоря Да, здесь не поддаваться этой панике Сосредоточиться, спрятаться куда-то за укрытие Ну и по возможности, если у вас есть такая возможность Людям подсказывать рядом, чтобы они не шумели, не провоцировали человека Который зашел с оружием Либо сидели просто молчали, не издавали никаких звуков И в первую очередь, конечно, нужно будет позвонить Также не привлекая внимания Всем службам Либо по номеру 112 И сообщить, где вы находитесь Аккуратно описать обстановку Сколько человек Если вы сможете грамотно рассказать обстановку в здании То, соответственно, люди, которые приедут на помощь Смогут произвести правильные действия С учетом всех нюансов, которые вы им расскажете Но это единый номер 112, да? 112, да, единый номер службы спасения Там сидят диспетчера, которые компетенты направлять Входящий вот этот вызов ваш, как гражданина Во все необходимые службы Которые должны будут предпринять какие-либо действия в данной ситуации Надо понимать, что времени мало, да, в обрезе Если там кто-то нашел эти 10 секунд Вот мне достаточно позвонить 112 и сказать Адрес такой-то у нас захват заложников И бросить трубку Или... Будет реакция службы на такой звонок? Конечно, конечно Если такой звонок поступит В любом случае реакция будет И данные визов переадресуют В полицию, в МЧС, в скорую Во все специализированные службы Но еще раз повторюсь, что сделать это Если есть возможность, то нужно очень аккуратно Ни в коем случае привлекая внимание И чтобы вас не заметили Опять-таки мы тут сидим, мы рассуждаем здраво Потому что нам не угрожает опасность Мы сидим в тихой студии И если да, включить логику Я понимаю, что если я слышу, что там кричат и там выстрелы То мне нужно идти в другую сторону И опять мы упираемся в панику Вот не знаю, как ее преодолеть? Какие-то методики есть? Вы же наверняка бываете на местах Где сталкиваетесь со страшными картинами Как спасатели И как у себя успокаиваете? Как спасатели, наверное, это закладывают еще В учебных заведениях То есть как действовать, как не поддаваться панике Поэтому гражданскому лицу Есть такой рецепт Когда в институте же, в учебных заведениях говорили Ребята, если вы попадаете в такую ситуацию Вы должны А. Сделать то-то Б. Сделать то-то С. Сделать вот то-то И тогда паника отступит Вот этот совет мы можем дать людям? Как готовят специалистов к такой ситуации? Сохранять спокойствие Оценивать обстановку здравым смыслом Логику пытаться отключить Несмотря на крики Отключить Так скажем Притупить немножко чувство страха Попытаться И в этом-то и есть Наверное Сложность То, что Когда происходят такие вещи Бывает, что Подготовленные люди даже Начинают поддаваться панике А допустим Тот, от кого не ожидал Правильных действий Он сделает все правильно То есть Здесь Наверное Нет такого рецепта Который будет подходить для всех Но Трезво оценивать обстановку И Сохранять спокойствие Это, наверное Первоочередные То есть Если вы смогли Сохранить спокойствие Вы сможете трезво оценить Ситуацию И Предпринять какие-то действия Ну и Если есть такая возможность Помочь Тем, кто находится рядом Ну я думаю Что О каких-то психологических Аспектах Мы еще поговорим С нашим психологом Второй части передачи Как вот именно Сконцентрироваться Как Почувствовать Вот это Какое-то Спокойствие внутреннее Чтобы сделать Предпринять Правильные шаги Что Делать Грубо говоря Здесь же Опять-таки Вернемся К началу Произошедшего Первым был взрыв Первым был взрыв Это была Либо сумка Либо Либо прикреплен К столу В столовой Я понимаю Что у нас Сейчас В каждом Муниципальном Учреждении И так далее В каждой школе Висят Плакаты Которые Как бы Рассказывают Нам Как действовать Если вы обнаружили Взрывное устройство Или подозрительный предмет Говорить будем так Вот Еще Я бы предлагаю Еще раз Проговорить Все-таки Что же делать Потому что Возможно Кто-то видел Этот предмет Который лежал Стоял Иногда бывает страшно Знаете Вот я увидела сумку Какую-нибудь На остановке Я думаю Че я сейчас позвоню Возможно я сейчас позвоню Окажется ложным А все службы приедут И на меня повесят Этот ложный вызов Виктор Поясните этот Ложный этот вызов Или это Грубо говоря Предусмотрительность Человеческая А как вы потом Будете жить С тем моментом Если вдруг Эта сумка Сдетонирует А вы видели Ее и не позвонили Тоже вопрос такой Да Вот здесь я думаю Что Ну если у вас есть Хоть малейшие Подозрения Я думаю Что надо действовать Вот Но Тоже оценив Обстановку То есть Если это действительно Какой-то предмет Никого рядом нет Стоит Рюкзак Например Институт же Рюкзак Стоит В месте Где возможно Там Большое количество Людей Я думаю Здесь Не стоит молчать И бояться Что это Лучше Перебдеть Сообщите В полицию Либо по номеру 112 О данном Случае И Вам уже И диспетчера Начнут Подсказывать Как правильно действовать То есть Ни в коем случае Не приближаться К данному предмету Не пытаться Посмотреть самому Что там лежит По возможности Если вы уже Чувствуете Что здесь что-то Неладное Не подпускать К этому предмету Других лиц То есть Не лишним Будет все-таки Позвонить И проявить Некую бдительность Мне потом Не предъявят За этот звонок Я думаю Что Если это Сделано С тем Учетом Что вы Каждый человек Взрослый Он понимает Ситуацию Оценивает Если это Оцененная ситуация И не булавство То никто Вам никогда За данный Звонок По голове Не настучит А может быть Даже в каких-то Случаях Вы будете Право Мы с вами Сейчас уже Обслуждаем Постфактум То есть Уже все Произошло И понятно Что можно Винить Интернет Можно винить Винить Родителей В том Что там Они не досмотрели Но все-таки Каким образом Человек Мог пронести Взрывное устройство В образовательное Учреждение Которое якобы Должно быть защищено Давайте так Возможно ли это Возможно ли это В Сарове Мы не знаем Что там было В Керчи Как там оборудовано Был ли там Охранник Какие-то Рамки Еще что-то Это пусть Специалисты Там на месте Решают Как эти взрывные Устройства И ружье Попало на территорию Техникума Возможно ли У нас В Сарове Как у нас Организована Охрана Охрана Именно Дошкольных А также Школ Осуществляется На более высоком Уровне Чем других Объектов Ну то есть Все понимают Что это дети Там и требования К ним Намного выше Чем к обычным Зданиям То есть На входах Стоят рамки Металлодетектора Также Находится В каждой школе Если мы зайдем То там будет Сотрудник Ну так называемый Вахтер Который должен Проверять И не допускать Школу посторонних Лиц Если и Кто-то приходит То всех Должны проверять Записывать Специальный журнал Посещение Данного учреждения Вот Ну первоначально Наверное Нужно Со стороны руководства Школ Не ослаблять Контроль Ни в коем случае По таким мероприятиям Вот Не ослаблять Также контроль За системами Видеонаблюдения Вот И в случае Нахождения На территории Там Каких-то Подозрительных Людей Или С подозрительными Предметами Необходимо Предпринимать Определенные Действия Спасибо Виктору большое Что нашли Время И пришли К нам в студию Ответили на наши Вопросы А вы Дорогие зрители Не переключайтесь После короткой Паузы В нашей студии Будет психолог Наталья Мышова Это Соседский Вай-фай Это Специальный Выпуск Мы Продолжаем И в студии К нам Присоединилась Психолог Наталья Мышова Наталья Здравствуйте Чтобы спастись В этой ситуации Не паниковать Как не паниковать Когда кругом Стреляют Когда что-то Взрывается Когда дым Когда всеобщая Паника Как сохранить Здравый рассудок И проанализировать Как действовать Дальше Чтобы спастись Ну то есть такое понятие Как психологическая травма И проводились исследования Неоднократно И давно И было выявлено Следующее Кто получает травму И кто погибает Да Те люди Которые Ну можно сказать Внутри себя Они сдались Сдались Все Почувствовали беспомощность И Ну как бы руки сложили Лучше так Чем бороться Да Отказались от борьбы И Даже если они Выживают Эти люди То потом Последствия Очень такие непростые В виде Посттравматического Стрессового расстройства Которые нужно лечить Которым нужно заниматься Обращаться к специалистам Ну в частности Вот у Тех Кто был в Афгане Да Вот Жертвы боевых действий И так далее Вот они подвержены Этим вещам Но даже если Мы берем детей Да Если это школа Да Или там колледж Какие-то такие Учреждения И если Ребенок Или взрослый Да Если они Ну вот настроены Внутренне Так что Я все равно Буду до конца Бороться Да Я все равно Буду искать Варианты спасения Да Как можно спастись Как можно Что-то Что здесь можно Предпринять Да То есть Вот Все силы Всю энергию Направлять Именно на действие Не на замирание Потому что Есть три реакции Вы знаете Наверное Слышали Есть три реакции В экстренной ситуации В такой ситуации Когда Ну Шоковая такая ситуация Да Три реакции Это у нас Ну животные Такие реакции Внутренние Это Либо нападай Либо беги Либо замирай Ну прикинься Мертвым Да Как будто мертвый Ну вот как животные Да Там Вроде бы тогда Хищник Подумает Что умер Да И как-то вот Может быть Ничего не сделает И в этот момент Ну тут уже Усилием воли Да Нужно понимать Что я выбираю Какую я выбираю Выбираю реакцию Ну нам Примерно сказали Как надо действовать В такой ситуации Найти место И спрятаться Чтобы понять До этого нужно дойти Вот мы здесь сидим Опять я повторюсь И рассуждаем Нам легко понять Как действовать Как фильм ужасов Смотрим Куда ты бежишь Там же стреляют Вот тут точно так же Зачем бежать На звук криков Зачем бежать На звук стрельбы Надо прятаться Но там Вот этот стресс Не дает Трезво мыслить Вот как погасить Вот первую панику Не бежать Да Самую первую панику Как ее загасить в себе Что надо сделать Внутри себя Ну вот еще раз Вместо того Чтобы погружаться В это состояние Надо сканировать Сканировать пространство Искать Кто мне может помочь Где выходы Там пожарные Какие-то выходы Да То есть вот смотреть Смотреть везде Там Другие люди Взрослые люди Да Как-то вот Ну то есть Все силы То есть не внутрь себя Направить А наружу Все силы Направлять На действие То есть помогают Выжить Помогают Остаться в нормальном состоянии Даже в очень сложных ситуациях Помогает именно действие Когда мы Внимание свое Всю энергию В действие направляем Есть какой-то Психологический прием Чтобы вот Себе в это состояние Ввести Не поддаться А именно Вот прям вот Надо сделать Там ущипнуть себя И не знаю Ударить себя по щеки Еще что-то такое Какой-то прием Который позволит Закрыть глаза Вдохнуть Закрыть глаза Вдохнуть Выдохнуть Какой-то вот такой прием Который позволит Вредить вот это Ага Все Понеслась Ну Особых каких-то Таких специальных приемов Нет Потому Даже если их выучить Да В состоянии экстрем Все равно Мы все забудем Мы забудем Поэтому Ну Просто На уровне сознания Понимать Как действовать В этих ситуациях Вернемся к керченской истории К сожалению Действительно Трагедия Уже Названа Самой кровавой Из всех подобных В России И погибла Была убита 20 человек Плюс Еще одна жертва Это Сам нападавший 49 человек До сих пор в больнице Да Многие в больнице До сих пор Страшное событие Действительно Оно потрясло Всю страну И То как оно было Организовано Уже сегодня Даже нам Дилетантам Дает возможность Сказать Что этот человек Готовился Это не мог быть Сиюминутный срыв Он сорвался И пошел Убивать Нет Он готовился Потому что Во-первых Это были Взрывные устройства Которые сработали Посеяли как раз Панику На которую он рассчитывал Он пошел стрелять Стрелял Он очень метко Рука его не дрогнула Тут хладнокровно Подготовленный Взвешенный поступок И на эту подготовку Наверняка Не два дня Не три Даже наверное Не месяц Больше ушло Насколько я знаю Год он готовился Год Тем более Возможно заметить В человеке Возможно предотвратить Была эту трагедию Если внимательнее Быть к этому человеку Саму подготовку Если он тщательно Ее скрывал Вряд ли Можно заметить Но по поведению Что касается поведения Если информацию брать Которая в СМИ сейчас есть Его унижали Этого парня То есть У него очень долго Копилась злость Которая никаким образом Не выражалась Плюс Неблагополучная Семейная ситуация Там по-моему Отец и отец Алкоголизм Мама одна По-моему Они в разводе Содержала семью Мама была не до него Соответственно И для нее Это тоже был шок Когда она узнала Он скрывал Все эти вещи И что тоже Интересный момент Он проходил же Медкомиссию На право ношения оружия Насколько тебе тоже известно И все он прошел И всех специалистов Он прошел И ему дали Это право Это разрешение Дали Легко Так скажем Непринужденно Маскировался хорошо Или Ну слушайте Мне так Тогда возникает вопрос Либо с этим человеком Работали Ну то есть Какие-то специалисты В том числе И по психологической подготовке Тебе надо Ну как с шахидами Скорее всего Работают Из той информации Что я знаю Якобы Вроде бы он ездил В Харьков За какое-то время Да Вот этих Трагических событий Что он там делал С кем он там общался Непонятно Да На мой взгляд Но это мое мнение Да Может быть Какая-то политическая Тоже подоплека Тут есть Мне хочется Конечно Сейчас углубляться В политику Ну точно Я не знаю Потому что погибли люди Да Это пусть решают Компетентные органы Как что было Все-таки Если человек Уже на грани срыва Вот какое-то время Как-то В школах есть психологи Нет Не поможет В школах есть психологи Но если один психолог На всю школу Которому нужно заниматься Детьми Их родителями Пед коллективом Да Когда Просто чисто Вот по нагрузке Когда Когда один психолог Услетит И уделит внимание Всем Вот этим категориям Да А в неделе 40 часов Вот когда То есть Практически Выявить такого человека Невозможно Да Школный психолог Не в состоянии Выделить Там 600-700 Учеников Одного заведения Плюс их родителей И так далее Не в состоянии Физически Просто найти И отыскать И помочь этому человеку Школьных психологов Должно быть 10 А на большие школы Или 20 даже И ведь никто не отменял Вот эти вот Подростковые движения Самые разные Эмма там и так далее Есть последователи Вот Колумбайн Колумбайн Да Которые Для них они герои У подростка У любого подростка Сепарация Отделения от родителей Каким образом начинается Все ваши идеалы Все что вы мне тут Рассказываете Я все это отрицаю Это все не так У меня будет по-другому Вот у меня есть друзья Вот мы так Мы будем жить так Вот так правильно История с Колумбайном Она была более прозрачна Потому что они Вот этот сайт вели Они заявляли О каких-то вот эти ребята В своих агрессивных наклонностях То есть это было не скрыто И вот когда агрессия Не находит достаточно Правильного выхода Потому что не может Психолог поработать Школьный индивидуально С каждым ребенком Вот как мы сидим Ну да Пообщаться Уделить время Это не меньше часа нужно Чтобы понять Почувствовать Что вообще с ребенком происходит А что психолог пришел Протестировали готовность к школе На бумажке Или там что-то готовность Для галочки Какую-то информацию Собрали и все Я в свое время тоже работала Психологом школьным И я говорю это не просто так Я в те же условия была поставлена Но это просто нереально Это нереально А еще знаете какой момент Раз уж мы заговорили Про Колумбайн и про подражатели Вот тут нашла тоже заключение Одного американского журнала Он Они пишут о том Что вот такие школьные расстрелы К сожалению имеют Инфекционный характер И после каждого такого Резонансного случая Вероятность повторений Увеличивается на 20-30% И сохраняется в течение двух недель И мы видим начало года Прямо вот пять случаев Один за другим Нападений в школах Как вот Как сейчас в школах В школах действовать Педагогам Психологам Хоть их и мало Чтобы Родителям В крайнем случае Чтобы вот этой вот Не было повторений Вслед за этой историей Керченской Вот для подростков Это героизм Это героизм Это иной способ жить Доказать родителям Что они жили неправильно Это Это способ сепарации Это нормально Да Нормальное отделение Когда отрицается родительское Но когда таким образом А вот на эту почву Как раз Ну Подсаживаются Ну как Всякие там группы Да Вконтакте и прочее Которые Вот Вот именно состояние детей В подростковом возрасте Они очень Интересным образом Используют для своих целей Да Они начинают внушать Какие-то идеи Да Начинаются вот такие моменты Ну на мой взгляд Надо как-то Фильтровать И смотреть Что за группы В каких дети находятся Да Вообще С кем они взаимодействуют В интернет И что там Что внушается Но с другой стороны Как фильтровать Если ребенок В свою жизнь Уже не пускает Там родителей Например Ну я уж не говорю Про учителей Психологов Там школьных То есть посмотреть Чем занимается Ребенок Наверное Ну сейчас В 90% Случаев Страница закрыта От случайного Посещения Это да В социальных сетях Я имею ввиду Это понятно Страница закрыта Посмотреть как Что делать родители На что обратить внимание Если вдруг Вдруг что-то Мне кажется Что тут надо Обращать внимание На ребенка С момента Как он поселился В утробе матери Мне кажется И это психологическая Грамотность родителей Да А нас как родителей Психологии Никто особо не учил Что-то там Кому-то в институте читали Какой-то курс Мимо проходили Мне о детстве надо говорить Надо начинать с себя Я так понимаю Надо уметь Доверительно Грамотно Общаться с ребенком Так Чтобы он мог прийти И сказать Пап А я сегодня вискарь попробовал Ну я утрирую конечно И чтобы папа за это не убил Как Меня родители убьют за это Чтобы ребенок понимал Что отец поймет Скажет Ну что тебе понравилось Ну как-то не очень Да Я в своем возрасте Примерно то же самое пробовал Мне знаешь тоже не особо понравилось Ну как-то вот так примерно Да То есть чтобы ребенок мог довериться И оберегать пространство То есть ребенок хочет Чтобы дверь была в ее комнату закрытой Это святое право ребенка Личные границы Пространство И так же как с любым взрослым Вежливо Да Вот Мы входим Да Стучим Просим разрешение И так далее И вот когда ребенок понимает Что не залезут ни в портфель Ни в какие-то его там Файлы Ни куда-то там В его закрытые там Без его позволения Разрешения Да Тогда больше вероятность Что он Какими-то своими сомнениями Соображениями поделится И зная Что наказания за это не будет И что не будет огласки Что там все родственники узнают Что оказывается А сын-то у меня Татуировку сделал Докатился Докатился-то до чего И все бабушки Тетки И прочее Вызвали на ковер Устроили ему Разборку И прочее То есть вот Вот это психологическая Грамотность родителей Ну да Ну сделано Татуировку Ну хорошо Давайте обсудим Как-то вот Спокойно Без трагедии И тогда Если вот этот Контакт есть Эта ниточка Есть Тогда любой родитель Отец Мать Они почувствуют Что что-то не то происходит Что-то не заметит Что-то изменилось Что-то изменилось Наверное Вся страна Вот этот Уровень тревожности Он поднялся Даже лично по себе Я не чувствую себя В безопасности нигде Потому что Ну Никто не защищен Как справиться С этим Людям Которые стали Напрямую Свидетелями Этого Кто пережил На глазах У которых погибли Их друзья И как справиться Вообще Всем нам Чтобы Вот этот вот Страх Это чувство Незащищенности Не переросло В какое-то Параноидальное Расстройство Есть такое понятие Как травма Свидетеля Вот считается Что с тобой Это ничего не случилось Ты вообще там За сколько километров От этого От этой Керчи Ты мы здесь в Сарове У нас все благополучно Тебя что-то беспокоит Да Как бы странно На самом деле Чем больше мы Смотрим Передачи Вот кстати Видео было Я до сих пор Не понимаю Для чего выложили Видео С камер наблюдения Когда вот этот парень Шел и убивал Зачем Чтобы травмировать Других людей Но потом его удалили И слава богу Что его удалили Ну его уже успели растиражировать Ну да Конечно Потому что все жив Все заряжено Люди ищут Смотрят Так вот Чем больше Мы бережем себя И свою психику Это не значит черствовать Да Черствовать Мне наплевать Что происходит с людьми Там я вот такая Черствая бездушная Нет Это элементарные Инстинкты самосохранения И беречь надо себя И психику От информационного Вот этого заражения Потому что действительно Мы заражаемся эмоциями Заражаемся Есть кто-то Психологически Психически более стабильный Ну который посмотрит Ну да Там неприятно Попереживает И как-то его отпустит И тревога не поднимется Но все мы разные Психиколобильная Да У кого-то детство Не очень благополучное было Там какие-то эмоциональные Были проблемы и прочее И если вот эти вот Известия Одно за другим Там из года в год Садятся Да Так скажем На эту психику То начинают подниматься Вот эти детские тоже травмы Да Когда неспокойно было Когда тревожность была Когда там Ощущение Ощущение Небезопасности Беспомощности Да Вот это вот И оно Из глубин Бессознательного Из глубин психики Поднимается Ну и как бы И мы просмотром Прослушиванием Это стимулируем То есть мы сами себе Делаем хуже То есть это очень серьезная вещь А как же тогда пережить тем Кто стал жертвой И выжил То есть как им действовать дальше На глазах у кого Да Убивали одноклассников Вот родных сидел Там ребята молодые 19-20 лет 18 И пережить такое Ну вот у них как раз И есть травмы свидетелей Да И с этим нужно обращаться К специалисту И не к школьному психологу Потому что Мы с вами понимаем Что школьный психолог Не до этого Скорее всего К нему и обратятся Но Там нужна Глубокая Длительная работа Серьезная Индивидуальная Обращаться к специалистам И Ну Просить помощи Если я С чем-то не могу справиться То не стесняться Идти к специалисту Конечно Конечно Не надо ничего бояться этого Никто против вашей воли Вас насильно Никуда не упечет Сейчас не 37-й год Никого в психушке Не колду Просто так Да Если уж простым языком Говорят Для этого должны быть показания И сначала В первую очередь К психологу К психотерапевту И там уже Если действительно Это необходимо Тогда Направят И опять же Свободная воля То есть Это не такие Психиатрические заболевания Когда там нужно Все там Опасен человек Для общества Надо изолировать То есть Человек сам принимает решение Я беру эту помощь Или нет Я ее принимаю Я себе Ну как Помочь-то хочу Или нет Я могу конечно 10 лет страдать Там Самыми разными расстройствами Никуда не обращаться Но зачем Жизнь-то проходит мимо Если я могу За полгода С этим справиться Это здравое Взвешенное решение Почему нет Спасибо вам большое За эти ответы Время нашей программы Подходит к концу Берегите себя И подключайтесь к нам Через неделю Всего доброго И пока Всем счастливо До свидания